Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Вот и стартанула долгожданная вторая фаза припачек новому дополнению. В этом видосике рассмотрим с чего начать, на что вообще нужна валюта, как ее фармить и что будет меняться в ходе этого ивента. Начнем же. Для того, чтобы вообще начать всю эту цепочку, для того, чтобы начать весь этот ивент, нам нужно зайти в игру и в тот момент, когда мы в игру зайдем, если у нас сделано достижение охоты на предвестницу, нам дадут новое задание, в ходе которого нам нужно будет попасть в Силитус. Там сверток дадут, можно будет с помощью него тэпнуться. Если охота на предвестницу у вас не сделана, то как Близзы написали в своем блюпосте, нужно открыть путеводители по приключениям, там полистать, раскрутить этот бегунок и будет дан квестик, в ходе которого вам дадут квестовый камень возвращения в Даларан. Вы тэпнитесь с помощью него и сделаете достижение охоты на предвестницу. Выполните эту цепочку, связанную с Ксалатат. Также, как я впервые зайдете в игру, вам покажут видосик кайфовый. Показаны события с конца региона вплоть до сегодняшнего дня. Касательно ивента, лагучий, неприятный, много багов, куча опять всего интересного имеется. Но обо всем по порядку. Меняться он будет, он будет ускоряться со временем. С 31 июля вплоть до 7 августа ивенты будут проходить каждые полтора часа. С 7 августа по 14 августа каждый час. А с 14 августа вплоть до полноценного ревиза ТВВ, ивенты будут проходить каждые 30 минут. Это довольно-таки кайфово. Ивент выстроен в три этапа. В ходе первого этапа мы убиваем Соплю. Убиваем ее, с нее вываливаются мобцы, мобов можно также тыкать и с них вылутывать в основную валюту текущего припатча. Это остаточные воспоминания. Там по одной штучке буквально падает. В ходе второго этапа мы зачищаем ивент. То есть 6 небольших зон, мы летаем по каждой. И если мы хоть что-то сделали в этой локации, то мы получаем 100 остаточных воспоминаний. В тот момент, когда стартует третий этап, появляется босс, который привязан к этой локации. То есть, к примеру, драконь по гости это Лич. В полевых топах это Аниксия. В плавающих степях это Рагнарос. И в тот момент, когда мы убиваем этого босса, мы получаем 500 боджей, 500 этих воспоминаний. Также может еще и лут периодически падает различный, но об этом чуточку позже. И в тот момент, когда мы в составе группы убиваем босса, нам засчитывается квест. Этот квест можно взять на любого абсолютно персонажа. Сделать хоть на ком, в тот момент, когда опрок и какой-либо портал. Мы получаем 1500 валюты. Валюту можно передавать в рамках отряда на любого абсолютно персонажа. Таким образом, можно ускориться в плане получения маунта. Я не советую вам покупать сразу весь трансмог. По той причине, что периодически, в тот момент, когда вы будете выполнять события второго этапа, и когда вы будете убивать босса на третьем этапе, вы можете получать различные предметы. К примеру, я зачистил три портала, три этих ивента, и мне выпала сабля, мне выпали наруча. Их можно закинуть в банк отряда, взять другим персонажем, надеть и бегать с этим шматьем 480. Да, и левел маловат, но для твинков, свежиапнутых, это в целом неплохо. Если вдруг вы столкнулись с такой же проблемой, как и я, и шестой ивент не засчитывается, нужно зайти в заранее собранную группу, во вкладку «Другое», ввести название локации, и таким образом перепрыгнуть в другой слой. Хотя бы босса можно будет убить и полутать 500 этой валюты. Квест, конечно, не засчитается, но это хотя бы что-то. Помимо трансмога, помимо вещей для твинков, мы можем получить воспоминания. Эти воспоминания в количестве 20 штук мы объединяем в застывшую сущность. И когда соберем 3 застывшие сущности с 3 разных локаций, объединяем с колечком. Колечко покупается у вендора всего лишь за 25 валюты. И таким образом мы получим новое фамильное кольцо. Также помимо фамильного кольца мы можем купить себе сумочки, как самую обычную, так и сумку для реагентов. Можно купить маунта, можно купить трех питомцев и можно купить другие всякие предметы. Тринкеты, кольца, плащи, двуручки, одноручки. Все что угодно на любой класс, на любой спек, на любой тип брони. Можно все абсолютно прикупить. Для того, чтобы получить новый великий подвиг под названием «Как в старые времена» требуется убить трех разных боссов. Напомню. Король Лич находится в Драконьем Погосте, Аниксия находится в Пылевых Топях, А Повелитель Огня Рагнарос находится в Пылающих Степях. Как-то так получается, такой вот ивент. Что могу сказать от себя? Не рекомендую вам особо сильно напрягаться касательно фарма этой валюты. В тот момент, когда вы выполняете виклик на мейне, не стоит фармить мобов, не стоит ничем таким заниматься. Просто прыгаете по твинкам на текущий момент каждые полтора часа, делаете этот виклик на убийство боссов в локациях и фармите таким образом валюту по чуть-чуть. Потом мы это будем делать каждый час, перепрыгивать по локациям, потом перепрыгивать по твинкам, а потом каждые полчаса все будет ускоряться, все будет вылутываться намного быстрее. И таким образом мы соберем абсолютно все. Касательно требуемой валюты, вы, конечно, сами можете посчитать, сколько вам нужно, что вы хотите прикупить, но если вам хочется купить абсолютно все, то там уже посчитали и потребуется 333 тысячи валюты. А теперь делите на полторы тысячи и подумайте, сколько викликов вам нужно сделать. Ну хотя ладно, окей. В тот момент, когда вы выполняете виклик, вы же босса этого в третьем этапе убиваете, и таким образом вы получаете еще 500 валюты. Ну получается, нужно делить на 2000. А еще вы, возможно, делаете какие-то события в тот момент, когда прокает второй этап. Вы получаете еще по соточке. Ну все равно нужно много-много всего делать. Но я думаю, все можно купить. Возможно, еще валюту повысят получаемую, может быть цену снизят. Посмотрим. Что-то точно сделают в скором времени. Как-то так получается. Абсолютно все рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моите руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok